Ну вот, смотрите, сейчас потянем рычаг открытия капота, оп, и ничего не происходит. Ну, потому что это автоваз, понимаете, 21 век. Чтобы на новой Ниве поднять капот, нужно использовать две руки. Одной вот так вот поддергиваешь, а правой рукой натягиваешь рычаг. Ну, естественно, когда я смартфон в руках держу, у меня это не получится. Ну, все, открыли капот. Основная причина, почему так происходит, натяжение вот этой вот проволоки. Я даже ее не могу назвать тросиком, потому что это настоящая проволока. Видите, да? Рукожопа на автовазе, ну, как сказать. Ну, не могут, не умеют. В 21 веке у нас на Тольяттинском заводе, ну, не могут это сделать. Не знаю, по каким причинам. Ну, в общем, ладно, не суть. В общем, надо его натянуть. Этого делать я не буду, потому что это бессмысленно. На старой Ниве вот эта вот проволока, очень-очень хороший минус, у меня просто лопнуло. Спасло то, что она лопнула у меня не здесь. А вот тут вот. Мне нужно было срочно поднять капот, чтобы заменить аккумулятор. Под рукой были плоскогубцы. Я за оборванный конец плоскогубцами дернул и капот открыл. Если бы у меня оборвало вот здесь, я не знаю, что бы я в той ситуации делал бы. Пришлось бы, наверное, как-то вот через эти щели, там как-то через вот эти вот воздуховоды, как-то там, я не знаю, буквозю выгибаться, чтобы открыть капот. Ну, тогда вот мне повезло. Но, чтобы таких случаев больше с моей машиной не произошло, я купил вот такой вот тросик. Заказал на Озоне. Стоит недорого, 270 рублей. Кстати, 4 года назад точь-точь такой же тросик. Правда, с желтенькими вот такими вот пипками. Ну, желто-блакитный флаг, да. Подписчики меня обвиняли, что я не патриот, потому что у меня тросик капота, желто-синий. Ну, сейчас купил, видите, патриотичный, все как положено. Синий-черный, все. Сейчас вы не сможете до меня докопаться. Хотя вот такой цвет, вот видите, тоже везде присутствует. Ладно, кроме шуток. Короче, стоит он 270 рублей. Заказал на Озоне. Единственное, что меня напрягает, вот смотрите, вот сама вот эта вот пипочка. Блин, надо вот это вот. Вот эта вот пипка, она тоненькая. Надо будет шайбу добавлять. Вот эта вот сторона идет на сам рычаг. А вот эта вот, вот эта вот сторона идет вот сюда. Ну что, начинаем работать. Сейчас все снимаем. Первым делом снимаем, естественно, запасное колесо. Потом вот здесь вот надо будет все засиликонить, чтобы аккуратно все снималось. И вот этот вот тросик выдергиваем. Смотрите, что у меня тут под запасным колесом творится. Была бы, конечно, вот здесь вот у меня воздухозаборник такой был бы, конечно, бы листья не попадали. Но тем не менее, я не хочу, чтобы мне вот здесь вот краску царапало. И аэродинамику машины, которая и так в виде кирпича еще больше ухудшала. Убрать листья несложно. А на зиму мы туда сделаем кое-что другое. Ну, доживем, увидим. Ладно, сняли колесо. Сейчас отсоединяем вот этот вот тросик. Проволоку. Смотрите, только сейчас обратил внимание. Вот, смотрите, резинка, смотрите, между кузовом и двигателем. Вот она, вот она. Вот, 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 вот это. Это что-то новое. Для чего, зачем там, я не знаю. Просто меня развеселил очередной раз наш любимый автолаз. Видите, даже стихи получились. Спрыснул я вот такой силиконовой смазкой, вот здесь вот. Берем вот такие вот плоскогубцы и тут все отковыриваем. Конечно, большеваты. Лучше с тонкими такими зубцами, да. Думаю, показывать не буду. У меня одной рукой точно не получится. Тут ничего сложного. Тут даже ребенок сделает. Вот так вот проволоку сжимаете и вот эту вот заглушечку, которая фиксирует, вниз опускаете. Кстати, будете снимать, смотрите, аккуратно ее не потеряйте. Она вам еще может пригодиться. Ну, вот видите, да, как все замечательно получилось. Вот это все. Сейчас надо будет отогнуть. Хорошенько. Вот тяжело одной одной рукой. Тяжело. Сейчас укатится. Нет, все хорошо. Так, вот здесь вот, вот здесь вот вот такие вот лапки отгибаете. Все. Сейчас берете вот этот тросик. Так, так. Можно, конечно, двумя способом. Можно тросик вот так вот тупо надавить и там вот это вот вот эта вот штучка, да, вот это вот она сама туда провалится и отстегнется от ручки. Можно просто вот эту проволоку, конечно, вот эту вот туда загнать. Произойдет то же самое. как вам нравится так 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 вот здесь вот поснимать мне вам не очень так скажем хорошо получится давайте мы попробуем не очень получается ладно сейчас здесь подложу чтобы коленом было не очень чтоб не сильно ко мне резали и будем снимать я проволоку уже утопил со стороны капота вот смотрите на старых нилах блок предохранитель уже был повыше вот этот вот и он был поменьше сейчас подлезть вообще проблематично вообще проблематично сейчас я вот не знаю там видно вам не видно должно быть видно никак не сфокусировать вон видите да проволока уже утопилась сейчас мне нужно аккуратненько зацепить и просто на себя потянуть а вот как я буду проволоку обратно вставлять вот ту новую я не знаю здесь вообще неудобно возможно вот этот кожух наверное отсоединить наверное мы его отсоединим чтобы он нам не очень мешал потому что руки у меня не детские конечно же и не женские некоторые пишут ты владелец нивы но у тебя слишком нежные руки ну что поделаешь работаю в офисе с документами поэтому такие у меня руки кто кто на что как говорится учился ну вот он вот он вот он вот он вот он на том конце вот этой проволоки нужно все выпрямить чтобы она очень хорошо заходила просто возьмем ее вот так вот видите без всяких плоскогубцев можно рукой и и вот такая вот у нас проволочка такая вот да конечно посмотрите насколько больше той который я купил вот видите да вот это вот набалдашник вот эта пипочка здесь вот надо будет шайпочку обязательно добавить вот здесь вот да кстати смотрите а может быть мне вот эту вот трубку здесь оставить и я не вытаскивать ну чем она отличается вот от этой вот от этой новой синей я посмотрим если ничем не отличается то попробуем трос загнать вот в эту одну автовазовскую смотрите повнимательнее вот эту вот проволоку рассмотрел и у меня на старой жениве вот здесь вот у самого вот у самого основания же она оторвала ну естественно как она может не оторвать видите там загиб идет вот в этом месте оторвало посмотрел вот этот кожух троса в принципе ничем не отличается единственное что там по тросиком здесь вот вам надо не показать там там еще какой-то в общем здесь вот внутри еще такой белый белый кожух такой внутри видимо чтобы тросик ходил хорошо туда-сюда да и не получится чёрт это все дело надо будет расклепывать здесь все можно конечно я не буду да еще смотрите здесь вот такая вот идет черненькая да ты такая вот это со старого троса белая что-то я вот здесь в салоне и и не обнаружил что-то я ее не увидел а ее просто тупо здесь и не было здесь она а нет стоит на щипал ладно короче старый трос снимаем полностью все трусик сняли и пипочка вот это вот выпало все как бы ясно так показать установку внутри салона я вам не смогу потому что там вообще сложно ну то есть вот это вот пипка идет до кронштейна потом через кронштейн просовываться вот этот тросик и уже непосредственно на ручку не с этой стороны показываю вот это то есть вот это ну чтоб трос туда-сюда не ходил вот эта пипка там кронштейн есть перед рычагом она туда устанавливается и потом уже зацепляете на этот рычаг ну там разберетесь ничего сложного обязательно все тут сможете так вел вас тут немного заблуждения значит установить вот тросик сборе сразу не получится все равно надо разбирать сейчас вот это вот все дело откручиваем вытаскиваем трос потому что в ручку вы вот этот набалдажник не вставите я уже просто запад забыл на стороне вы как дел то есть надо разобрать вот это все дело вставить и потом это трос и заново тросик вставлять но вот я полностью разобрал смотрите какая еще внутри основной трубки еще вот такая идет пластиковая тонкая что-то я не помню что на стороне и у меня была вот эта трубка по моему ее не было кстати на вазовской черный который тоже такая есть ну понятно что это для лучшего хождения троса сделано ну все равно как бы смажем но только не литолом там не солидолом и не силиконовой смазки тоже мне есть такая смазка только обычно не силиконовая думаю обязательно нужно будет обработать но все сейчас вот это вот начинаем с того что вот эту пипочку тоже надо будет снять потом вдеваете трос в рычаг потом на кронштейн пипкой крепите потом вставляем вот эту вот трубку основную их против протягиваем трос найти тоненькую шайбочку у меня громадном гаража не получилось но шел самую маленькую вот такую вот но она такая достаточно толстая видите да но она проходит насквозь через этот набалдашник поэтому еще добавил вот такую вот гаечку вот такая конструкция у меня получилось но это делать любом случае потому что на рычаге вставная вот эта вот дырка она такая хорошая такая например вот такая все тросик я надел кстати вот эти вот пипки вот эти вот которые родные идут к тросу к новому они не очень хорошего качества поэтому я оставил старые вот эти заводские вот эти получше с диаметром шайбы переборщил потому что тросик у меня получается сейчас если вам будет видно в общем его с него натянуть то шайба вот видите да она по диаметру большая но это не столь важно вот не столь важно что она туда вот да вот этой дырки да вот окончательно вот это вот разреза заходит на пускай полет поверх ничего страшного натянется закрывается это не принципиально ну все все сейчас значит смазал я трубку вот такой многоцелевой смазкой и сам тросик немного литолом прошелся все сейчас надеваем сам трос не трос а вот вот этот кожух все замечательно делается не забудьте вот про эту резинку когда будете сейчас устанавливаем и же сюда блин немного помучился с установкой вот этой резинки смотрите когда вот вы наденете на кожух вот эту резинку да и начнете вот эту резинку устанавливать у вас этого не получится сначала устанавливайте резинка смазываете и и только потом продеваете через нее кожух протягиваем здесь вот через эти лапы одеваем вот эту вот пипку на тросик тяжело одной рукой конечно что-то делать вот видите да чуть не потерял так все сделаю потом вам покажу все магистраль протянули как-то блин получается такое ощущение что вот этот вот новый кожух он по длине старого уже не убрал сравнивать не будем значит смотрите сейчас когда вот так вот вы затянете все на болтик закрутите я вам посоветую все-таки вот сюда подобрать на трос такую медную или алюминиевую трубку по диаметру и через нее зажать у меня такой вот нету вот это вот старая она не подойдет который с этого струса был сейчас посмотрим нет она слишком большая ну поняли да принцип то есть вот такую же надо вам трубочку только диаметром поменьше чтобы она вот сюда могла войти и вы через нее обжали но у меня такого нету поэтому буду обжимать завода болтом все сейчас уже все сделаю и вам окончательный результат покажу смотрите кстати трос сам трос здесь длиннее многие его отрезают вот на стороне я отрезать его лишнее не стал я сделал петлю и вот здесь вот ее помещал что в случае чего если бы вот этот новый трос заезд чтобы вот эту петлю можно было вот через этот воздуховод зацепить и открыть многие мне тогда в комментариях писали ну все жди когда сейчас придут хулиганы преступники и у тебя укладут аккумулятор ну возможно и так конечно сейчас я еще подумаю буду ли я отрезать либо сделаю такую же петлю тем более что здесь видите здесь мало того же отрезана здесь еще и завальцована да чтобы трос не раскручивался вот у меня такой вот штуки тоже нету я даже хотя вот можно вот эту вот взять это вот старого да и им обжать но он достаточно трубки такие трубка такая толстенькая обжать плоскогубцами наверное не получится ну в общем подумаем сейчас поломаем голову ну все финальная стадия смотрите когда будете тросик натягивать то есть вот взяли да трос вот все вот так чуть-чуть у вас вот так вот механизм пошел вот видите чуть-чуть все начинаете затягивать болт все это будет у вас регулировка значит смотрите сейчас буду рукой вообще легонько так ходит вообще не как вот раньше было лексус просто отдыхает вообще красота вот вообще красота так ну что сейчас надо капот закрывать попробовать испытать смотрите это опасно можете не дотянуть закройте капот и больше не откроете поэтому вот этот вот тросик сейчас я через вот эти воздуховоды когда капот буду закрывать я на всякий случай продену значит еще смотрите такой момент вот этот болт когда будете затягивать максимально его вот сюда к этому месту максимально первый раз видите я вот примерно вот здесь вот видите трос уже как бы до изгибается до деформируется ну все что проводим испытатель второй раз в жизни этот трос меняю так ну сейчас вот эту вот часть через воздуховод я протяну на всякий случай и закроем капот ну вот так вот у нас все получилось ну что мы честно говорю не подымал капот делаем это с вами одновременно получится не получится не знаю так а видите не отщелкивает хотя этот сам механизм открывает ну что получается что нужно будет опять как до того как вы как мы с вами разбирали одной рукой подымать здесь до держать другой там отщелкивать ну давайте будем разбираться дальше двумя руками естественно получилось все работает но меня вот это что-то не устраивает почему не отщелкивает здесь я не знаю но это него я тут блин попробую сейчас еще что-нибудь порегулировать если честно мужики вот не знаю что делать чтобы отщелкивался капот все открывается замечательно но не отщелкивается вот посоветуйте пожалуйста в комментариях напишите может какая-то регулировка здесь требуется хотя и может мы здесь вот как-то замок здесь потому что смотрите он здесь можно его туда-сюда его регулировать ну здесь все смазано у меня не знаю почему нет не отстегивается но капот открывается до главный функционал происходит ну вот как то так вот что с этим делать что с этим делать сделаю я все-таки петлю или показать вон до конечный результат ну хорошо уговорили сейчас покажу конечный результат ну вот такой у нас получился конечный результат взял вот эту трубку до со старого тросика и ее обжал и вот такая петелька у нас получилось все замечательно если что-то вдруг здесь механизме произойдет хотя сомневаюсь что это будет можно будет через вот этот воздуховод вот эту петлю зацепить и поднять капот уберу и вот сюда вот под женские колготки чтоб она не мешалась в общем все сделаю как на старой ниве у меня было ну сейчас можете начинать комментарии писать что скажи где стоит машина что ж такое то где стоит значит машина мы придем у тебя аккумулятор с ними вот так все это будет выглядеть ну вот как-то так все сейчас я буду спокоен все-таки вот а проволока которую мы заменили она здесь не нужно с ней ездить на машине откровенно опасно но вы представляете допустим такую ситуацию где-нибудь ну дальней дороге да где-то на трассе допустим или где-то ну вообще машина у вас допустим под сила да какой-то ремонт нужен или аккумулятор подзарядить и вы не можете поднять капот из-за того что у вас лопнула вот эта вот проволока но это же не дело согласитесь вот этот тросик точно не лопнет ходит вообще еще раз говорю как на лексусе вообще увидите вообще красота ну все единственное что вот напрягает вот смотрите все таки четыре года назад вот этот тросик я покупал за 90 рублей вы представляете 90 рублей сейчас он конечно 270 вот цена его получается увеличилась на 200 процентов тут нехти конечно какое сравнение у кого-нибудь из вас зарплата за четыре года на 200 процентов поднялась я думаю нет ну ладно всем удачи всем пока середина октября у нас тюмени вот сегодня погодка распогодилась хотел на рыбалку поехать но с леской намудрил на тот спиннинг который я купил туда не леска идет шнур придется заказывать и поедем мы на щучку следующие выходные все всем удачи всем пока и удачи в личной жизни